Тему космонавтики продолжили в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета, где популяризатор космонавтики Виталий Егоров провел лекцию для студентов. Все подробности далее. Лекцию прочитал популяризатор космонавтики, блогер-журналист, автор проекта «Открытый космос» Виталий Егоров. Для гостей он рассказал о строении Солнечной системы и актуальных данных о нашем ближайшем космосе. Но, несмотря на выбранную тему, Виталий Егоров отмечает, что нужно одинаково изучать как ближайший, так и дальний космос. Если там есть загадки, значит это расширение возможностей, расширение познаний человека об этой вселенной. Вселенная, она одна и в листе березы, и в далеком квазаре. Это одна и та же вселенная, которая работает под ним и тем же законом. И чем лучше мы будем знать эти законы, тем лучше мы сможем их использовать в своих интересах. Делать более комфортную жизнь для нас здесь и сейчас, расширять свои возможности, там расселение, полеты в космос. Отвечая на вопрос, зачем популяризировать космонавтику, Виталий Егоров отвечает просто. Ей нужны люди, ведь кто-то должен чертить космические аппараты, собирать их и многое другое. Более того, все космонавтику воспринимают там космонавты, вот они там бодро что-нибудь рапортуют с Международной космической станции. Ну а реально-то это и психологи, и бухгалтера, и юристы, это все нужные профессии в космонавтике. И все это нужно и реализовать себя в этой деятельности, если это действительно интересно, можно не обязательно через физику или летную школу. Также о том, куда двигается современная космонавтика и есть ли разумная жизнь за пределами нашей планеты, можно узнать в полной версии лекции на YouTube-аккаунте Универ ТВ. Диана Желенкова, Ленартов Литьяров, Универ Ньюс.